Мы рассказываем миру об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Торговать территориями недопустимо. Президент Украины Петр Порошенко отвергает заявление тех, кто говорит о Крыме как о завершенном деле. Украина не согласится на какую-либо компенсацию в обмен на отказ от своей территории. Об этом он заявил на заседании ПАСЭ в Страсбурге. Президент подчеркнул, Украина стремится к миру для себя и Европы. Москва же продолжает нарушать минские договоренности. Петр Порошенко также призвал депутатов ПАСЭ удвоить усилия по защите прав человека на оккупированных Россией территориях. Количество заложников на Донбассе только растет. Людей умышленно захватывают, потому что они граждане своего, украинского государства. И захватывают их с циничным расчетом, чтобы шантажировать Украину, которая никогда не покинет на произвол судьбы своих граждан ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах. Также системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха. В оккупированном Крыму Россия применяет самые худшие практики советской репрессивной машины. Каждый, кто не принимает так называемого воссоединения с Россией, становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внутрисудебных казней и бесчеловечного обращения. Президент Украины выразил уверенность, что ПАСЭ и дальше будет поддерживать Украину в борьбе за территориальную целостность и суверенитет. Об этом Петр Порошенко заявил во время встречи с новым председателем ПАСЭ Стелой Кориакидес. Порошенко поздравил ее с назначением на должность. Основной темой встречи была ситуация на Донбассе, вопрос освобождения заложников. Президент Украины попросил главу ПАСЭ уделять больше внимания их освобождению и нарушениям прав человека на оккупированных территориях. Также выразил уверенность, что ПАСЭ будет придерживаться своей принципиальной позиции относительно невозможности возвращения России к полноценной работе в Ассамблее без полного выполнения всех требований Совета Европы. В оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России в ходе обысков задержали 14 крымских татар. Об этом заявил на своей странице в фейсбук член Меджлиса крымско-татарского народа Эскандер Бариев. Ранним утром силовики ворвались сразу в несколько домов с обысками. Районное проведение облавы цепили множество силовиков в масках. Ситуацию с воздуха контролировали с помощью беспилотников. Интернет работал с перебоями. Полиция задерживала также тех, кто пытался зафиксировать происходящее на видео. Адвокатов на обыске не допустили. Об этом сообщают крымские активисты в соцсетях. Они подчеркивают, что у всех задержанных есть дети, у некоторых новорожденные. Тем временем ФСБ России заявило о ликвидации бахчисарайской ячейки якобы террористической организации Хизбут-Тахрир, запрещенной в России. В отношении шести задержанных незаконно возбуждены уголовные дела. Правозащитники заявляют, что преследования происходят на религиозной почве. Весь дом перевели. Как всегда, как свиньи зашли в обуви. При просьбе снять обувь отказались. Понятые были, что еще хочу сказать, из Подмосковья. Когда мы начали интересоваться, почему понятые из Подмосковья, на это никто ничего не сказал. Сказали, что ищут предметы, которые могли бы помогать в террористической деятельности. Нашли? Ничего особенного. В основе нашли книжки по обучению Корана. Международное сообщество должно усилить давление на Россию. Так, спикер МИД Украины Марьяна Бетца прокомментировала незаконные обыски и задержания в Бахчисарае. Это очередные доказательства дискриминации крымских татар в оккупированном Крыму, отметила Бетца. Генеральное консульство Украины в Ростове-на-Дону направило российской стороне очередное обращение с требованием допустить украинских медиков к незаконно задержанному Павлу Грибу. До сих пор ответа нет. Украинские медики все же выехали в Россию о необходимости обследовать узника, говорится в письме от Европейского суда по правам человека. МИД Украины не дождался ответа от российской стороны, но решил отправить группу врачей, учитывая ухудшение состояния здоровья Павла. 19-летний украинец находится в Краснодарском СИЗО по обвинению в терроризме. Его задержание было подстроено ФСБ. Украинская сторона настаивает на том, чтобы дело Гриба является сфабрикованным по политическим мотивам. Четверо украинских военных получили ранения за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В Министерстве обороны Украины сообщают, боевики продолжают вести обстрелы на всех направлениях. На Луганском оккупанты били по укреплениям силовиков в районе трех избенки из противотанкового гранатомета. В Новоалександровке зафиксировано четыре непродолжительных обстрела из стрелкового оружия и гранатометов. Под огонь пехотного оружия попались силы АТО вблизи Крымского и станции Донец. На Донецком направлении террористы из БМП атаковали украинские позиции вблизи Авдеевки и Зайцева. По поселку Пески полтора часа вели огонь из БМП, минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Неспокойно было и на Мариупольском направлении. В районе Широкино, Старогнатовки и Толоковки противник открывал огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Почти во всех случаях получал адекватный ответ. В районе Новотроицкого боевики также стреляли из БМП. Провокация завершилась после накрытия позиций противника огнем из боевой машины пехоты, крупнокалиберного пулемета и станкового противотанкового гранатомета. Более 3,5 миллионов долларов украинское правительство выделит на повышение защищенности складов боеприпасов. Это решение приняли на заседании Кабмина. Деньги возьмут из резервного фонда госбюджета. Напомню, в ночь с 26 на 27 сентября во время пожара на военных складах в районе Калиновки в Венецкой области пострадало два человека. Более 30 тысяч человек были эвакуированы. Спасатели уже очистили более 20 тысяч гектаров территории, тем самым сузив зону загрязнения до двух километров. Продолжаем работы по очищению от боеприпасов в 10-километровой зоне вокруг арсенала в Калиновском районе. За последние 12 суток очищено более 22 тысяч гектаров. Зона загрязнения сужена до двух километров. Задание по очищению территории вокруг арсенала будет выполнено в обозначенные сроки. План разминирования вами утвержден и до конца ноября мы это задание выполним. 17 человек погибли, сотни пропали без вести, более 20 тысяч эвакуированы. Масштабный пожар охватил северную часть американского штата Калифорния. Уже сгорело около двух тысяч домов. Дороги в зонах бедствия перекрыла полиция, но некоторые семьи уже могут вернуться домой. О последствиях стихии в сюжете наших корреспондентов. На лице Эрин улыбка. Сегодня она вернулась домой после масштабной стихии. Вот только уютных комнат здесь больше нет. Огонь уничтожил все. Вместе с мужем и детьми она покинула дом, когда стало ясно, что горе не миновать. В тот день у них было несколько минут, чтобы покинуть дом. Полиция объявила срочную эвакуацию. Взяли только самое необходимое. Всего несколько минут. Это длилось всего несколько минут. Я действительно схватила все, что могла. Мы поняли, что нужно бежать. Взяли питомцев, нашли несколько фотографий, любимые игрушки детей и уехали. Пожар возник внезапно ночью в воскресенье. За несколько дней стихия разрушила тысячи домов. Люди бежали от приближающегося огня. Спецслужбы эвакуировали сотни человек из больниц и школ. 17 погибли, сотни пропали без вести. До сих пор тысячи людей под угрозой. Здесь больше тысячи спасателей и 14 вертолетов. Мы тушим пожар с земли и воздуха. Стараемся защитить все дома. Но несколько тысяч жителей до сих пор под угрозой. Основная опасность миновала, но мы хотим убедиться, что горячие точки в нашем штате отсутствуют. Некоторые уже могут возвращаться домой, но пока некуда. Обгоревшие стены, обвалившийся потолок. Семья Уильямсона вскоре отстроит новый дом и забудет об ужасной трагедии. О пожаре будет напоминать только это фото. Уильямсоны сохранят его. Они рады, что смогли вернуться домой и остались живы. Вадим Гринько, UATV. На этом все. Спасибо, что вам интересна Украина и оставайтесь с UATV.